Приветствую вас, и ответ на ваш вопрос, он во многом зависит от того, как вы сами воспринимаете данную ситуацию. То есть, если вы пришли к нам для того, чтобы мы помогли вам влюбить в себя мужчину, то это безусловно одно. То есть, это работа, в первую очередь, над тем, какой это мужчина, какие у него предпочтения, что ему нравится в женщине, чем он восхищается в женщине, именно восхищается. То есть, не путайте это, пожалуйста, с тем, что он хочет, что ему нужно. Это немножко другое. Иногда бывает так, довольно часто бывает так, что мужчина хочет одного от своей женщины, а восхищается он совсем другим. И вот в этой ситуации нужно понять, чем именно восхищается мужчина, а не хочет. И далее определить, можете ли вы дать ему то, что вызывает у него это чувство восхищения. Можете ли вы стать той, кто его бы восхищал. Тут на самом деле и ваша модель поведения имеет смысл и значение. Тут и его модель поведения имеет значение. Тут и ваши ценности имеют значение. То есть, в этом случае, в этой ситуации, если вопросы ставите так, нужно анализировать именно это. Он предпочел остаться один. Почему предпочел остаться один? Если он предпочел остаться один, потому что вы не давали ему чего-то, чего-то. Это одно, это скорее эгоизм, это означает, что он всегда будет думать только о себе. Вот. Вы говорите, что он знает, что вы любите его, но и что он-то вас не любит. Как вы говорите, раз предпочел остаться один. Если он вас не любит, значит, соответственно, человек либо любит, либо нет. И вам в любом случае придется меняться, вам в любом случае придется становиться другой, если вы хотите, чтобы он в вас влюбился. И вопрос заключается в том, готовы ли вы это делать или нет. И как вы относитесь к тому, например, что изменения, которые могут с вами произойти, они могут нанести вам вред. Потому что, когда человек пытается соответствовать желаниям другого, это всегда очень тонкий лед. очень легко нанести себе непоправимый ущерб в результате подобной модели поведения. А подобная модель поведения уже не шлеват, поэтому вот об этом я рекомендую вам подумать. То есть можно, чтобы он в вас влюбился, вам нанести другой. Его идеалом женщиной, по сути. То есть то, что обычно у людей происходит автоматически и неподконтрольно, и главное это сделать самой под жестким контролем. Ну и вопрос ведется в том, насколько вы далеко готовы зайти в этом. Второй момент. Если вы все-таки спрашиваете нас, как влюбить от чувства своего рода безысходности. То есть вот, получилось так, что три года вы с молодым человеком пробыли, да? Три года. Три года это срок достаточно большой. Правда, другое дело, что три года это также и начало кризиса в отношениях. Но это уже детали, на самом деле. Детали. Детали. Вот смотрите. Смотрите. Вы говорите. Значит, что я умудрился не только влюбиться, но и полюбить. Хорошо. А если вы любите человека всем сердцем и всей душой, как вы говорите, то что это означает? Фактически. Фактически это означает, что вы желаете ему счастья. Фактически это означает, что вы хотите, чтобы человек был счастлив, чтобы человеку было хорошо. Если он остался один, значит, ну, если он предпочел остаться один, значит, ему так лучше, тем лучше нам получается. И вы, как любящий человек, принимаете его позицию тогда. Но в вашем случае получается так, что вы данную позицию не приняли у мужчины. Он выбрал, он выбрал быть один, вы эту позицию принять не смогли и спрашиваете нас, как влюбить его в себя. Так так ли вы хотите ему счастья? Вот мне, например, на основании того, что вы написали, показалось, что вы не так сильно хотите ему счастья, как только того, чтобы он был с вами. Вам нужно, чтобы он вас любил. А это, с вашей стороны, не любовь. А это, с вашей стороны, скорее потребность в нем. А это, с вашей стороны, скорее страх, скорее зависимость от него, к сожалению. Если это так, нужно называть вещи своими именами, во-первых, не обманывать себя, во-вторых, и в-третьих, понять, что зависимость делает человека несвободным в отношениях. И если вы хотите выстраивать отношения такие, чтобы вы были счастливы все-таки, то вам не нужно быть зависимым. Вам нельзя быть зависимым. Пока вы зависимы, вы не будете счастливы в отношениях. А раз так, то нужно переставать быть зависимым. На самом деле, зависимы более свободны. Как вам сказала моя коллега, более ценностное отношение к себе развивать и так далее. Вот это и есть правильно. Это и есть та позиция, которая донесет вам то, что, собственно, составит основу для ваших именно равнобранных счастливых отношений. А не таких, что вы нуждаетесь в том, чтобы человек в вас влюбился. Вот вы и подумайте. Почему вы не хотите, чтобы он в вас влюбился? Почему вы хотите, чтобы он был с вами? Почему вы не можете допустить такую мысль, что он не будет с вами? Почему вы думаете в этот момент о себе? Что вы для себя хотите? Что вам нужно от молодого человека? Понимаете в том дело? Потому что нет противоречий. Если вы любите всем сердцем и душой, то вы не говорите таких вещей, что я хочу, чтобы вы помогли мне, значит, влюбить его в меня. Тому, кто любит, это не нужно. Тому, кто любит, все равно. Любит его другой или нет. Ему хочется делать счастливого человека, он его делает. И все. А вы же говорите про время отношений. То есть говорите про, как я понимаю, свои силы, которые вы вложили в него и так далее. А для чего вкладывали? Чтобы что? Чтобы для себя что-то получить? Или чтобы его силу опять же сделать? Ну вот, вы вот эти моменты все для себя продумаете. И когда продумаете, хорошо, когда продумаете как следует, уже можно будет и говорить о том, в каком направлении двигаться. Либо в первом, либо во втором. Тут уже зависит все от вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!